В последнее время в средствах массовой информации, как в печатных, так и в электронных, в том числе и в интернете, вновь разгорелась дискуссия, как писать название мыса Фиолент или Фиолент. Окололитературные круги высказывают свои точки зрения. Полемика достигла своей остроты очень высокой. И поэтому мы решили приглашать в студию известного севастопольского краеведа, методиста Центра детского туризма, спорта, экскурсии и краеведения Николая Васильевича Шика. Я знаю, что вы этой темой занимались много лет. Одна из ваших публикаций была очень популярна. Это был 2011 год в Севастополе. О праве написания названия этого мыса. Итак, ваша точка зрения. Ну, прежде всего, разумеется, надо вернуться к тому, что это не только моя точка зрения. Это написание через Е. Я прочитал около 30 лет назад в слове Севастополя. Краеведа Васильевича Зайцев мотивировала тем, что именно в этом случае Фиолент будет появляться смысл в этом слове. Божественная земля, Теофео, Илент, Ланд, Земля. И, в общем-то, сама идея, что приобретает слово смысл, для меня было понравилось. Тогда я, конечно, в те времена не знал объяснения, почему вдруг, в общем-то, будем говорить, германоязычное такое произношение Земли, Ланд, появилось у нас в Крыму. Вот. Просто как факт. Ну, а, в общем-то, естественно, мы даже испорны. Вот. Ну, а последние годы, когда стал, может быть, появилась возможность в интернет залезть в старинные карты, вот, то одна из первых карт Крыма, которая была начертана Федором Черным еще в 1790 году, там указано написание этого мыса через Е. Фиолент. Фиолент, как он точнее писал. Вот. Естественно, надо доверять этой карте, потому что он карту составлял и написал название тогда, когда на самом мессе в Георгиевском монастыре жили греки, носители, будем говорить, еще те греки средневекового, как бы, так сказать, происхождения, которые знали хорошо Крым. Вот. И, естественно, могли поделиться с ним старинными, древними названиями местности. Вот. И еще потом многие годы в написании этого мыса, если это, конечно, писали через Фиолент, потому что иногда название мыса переводилось как мыс Георгиевский, вот, писали через Е. И первая наша черноморская лоция Шестакова-Бутакова тоже писала через Е. И карта Атлас-Манганари, составленная в первой половине 19 века, тоже писала это название через Е. Вот. И таким образом, в общем-то, как бы, корни этого слова все-таки говорят о том, что первое начальное написание через Е. Сторонники писания через букву И утверждают, что мыс получил название от тигровой шкуры. Но тигры здесь исчезли до ледникового периода. Да. Это вот версия, когда стали писать через И. А это, в общем-то, один из первых сделал Петр Кеппин на своей карте Крыма. Стал писать через И. Вот. С точкой. Естественно, название утвердилось. И, возможно, что была попытка объяснить это название через написание через И. И известный, опять же, краевед Берти Делагард использовал для объяснения написания через И версию Филенг-Бурун. Вот это название нашел тоже на старинных картах. Но если читать внимательно, в контексте этой карты, то описывается, что это название мыса, который замыкает Каламидский залив. Каламидский залив, мы знаем, замыкает сейчас мысу Лукул, мысу Маргапула. А те мысы, все побережья западного Крыма, оно именно подчеркнуто полосатое. Там, среди желто-бурых сулинков, мы видим четкие прослои темно-бурого погребенной почвы, которые дают полосатость, полосатость берега всего Каламидского залива. И мыс, и в районе Качи, и Андреевки, все, кто там бывал, эти полосы видели. Есть мнение, что мыслово имеет готское происхождение от готских племен, населявших Крым? Ну, одни из всех носителей германоязычных мыслов, топонимия Крыма. Это, разумеется, были готы, которые появились у нас в Крыму в третьем веке нашей эры и просуществовали как самобытность народа до, по-моему, 15-го века, 16-го века. Об этом даже есть фиксация. То есть, первоначально надо произносить было бы не феоленд, а феоланд. Ну, ленд, ланд, земля, да? Божественная земля. Мы, в общем-то, сейчас не можем сказать, как это произносилось в те далекие времена. Хорошо, Николай Васильевич, если ты понял, имя собственное мыса на побережье Крымском, но есть имена собственные названия пароходов, газет, заводов, фабрик, я не знаю, там, всего чего угодно. Как можно совместить написание И, у тех фирм, которых уже в документах есть, это И, и букву Е, которую вы отстаиваете? Ну, прежде всего, нужно понимать, что топонимия — это наука живая, она формируется ежедневно, ежечасно, меняется постоянно. И, в общем-то, написание слов имеет свое обоснование. В любом случае, это уже становится каким-то даже историческим фактом для данного периода жизни Крыма, для данного эпохи, века. Поэтому нет ничего в этом странного, что мы уже в течение более 150 лет пишем название мыса Фиолен через И. И я так думаю, что если будет написать и говорить через И или через Е, все друг друга поймут, и, в общем-то, нет такого причины. А даже ничего никакого нет? Да, главное, что, в общем-то, я думаю, что вот эта буква, которая, ну, где-то маркетерическую правду она возвращает, но тоже не принципиально. И менять из-за одной буквы, разумеется, документы, которые связаны, в общем-то, с определенными финансовыми трудностями для обычного человека, тем более, нет смысла, наверное. Все-таки оставим, как и есть, но понемножку, понемножку, возможно, если есть возможность где-то написать в письме, не знаю, там, своем, через И, в статье, лучше написать через Е, в конце концов, может быть, через 100 лет, понемножку все это вытеснится и будет так же обычным и традиционным написание через Е, как сейчас через И. Антагонизма нету, и пускай существуют топонимы, в общем, как и у нас многие-многие топонимы в Крыму имеют два-три варианта написания, произношения, разные народы, разные люди, разные времена, разные названия. Немножко перефразирую ваши слова, можно было бы сказать так, это не только наше мнение, это правильное мнение, это еще и правильное мнение, но мы будем толерантно относиться к написанию того и другого, в произношении практически разницу уловить невозможно. Еще в вашей статье мне запомнилась аппроксимация топонимов Крыма, Феодора, Феодосия, Феолент и так далее. Ну, это один и тот же корень, Тео, Фео, Божественное. И главное, что как раз в этих треугольниках Феодора, княжества Мангуб, Феолент и Феодосия, как раз там, в Горной Крым, где проживали племена носителей этого языка. Я так полагаю, что те люди, которые сегодня проживают в районе мыса Феолент, тоже будут остаивать написание Феолент, как Божественная земля, и они как жители Божественной земли и так далее. Там слово образование достаточно сложное, можно произвести, и прилагательных много, очень много красивых можно придумать. А может быть, еще и осознание того, что вы живете на Божественной земле, может быть, немножко будет дисциплинировать отдыхающих. Потому что, в общем-то, Феолент, мыс Феолент, он является заказником, естественно, заслуживает очень бережного к себе отношения со всех сторон, и проживающих там, и отдыхающих там. Все-таки, земля красивейшая, пожалуй, место Крыма, мыс наш Феолент, который свое название, именно мыса, передал большой двунки территории, так как это сейчас уже называется и вулканический массив Феолент, который протянулся на 2-3 километра вдоль берега. Ну и вообще побережье, в данном случае Георгийского полуострова, тоже стало называться Феолент, хотя, повторяю, первоначально это была точка на карте мыс Феолента. Благодарю за участие в программе, надеюсь, что телезрителям было интересно услышать эту трактовку, и они сделают определенный вывод. Буду рад.